И вновь моя соведущая оставила меня одного за барной стойкой. И это означает, что в студии уже есть гость. Я рад представить Галину Николаевну Волкову, заместитель начальника отдела оперативно-справочной информации информационного центра МВД по Республике Крым. Доброе утро и вопрос традиционный. Как началось ваше утро нового дня в столь ранний час? Утро началось хорошо. Приятно видеть вас. Нам тоже очень приятно, что вы пришли к нам в гости. Мы рады вас видеть. Я, насколько знаю, что будет меняться порядок получения, выдачи справки об отсутствии судимости, наличии. Скажите, пожалуйста, как это все дело будет меняться? Информационный центр МВД по Республике Крым оказывает государственную услугу по выдаче справки о наличии и отсутствии судимости. И 10 февраля 2020 года вступил в силу приказ МВД России номер 660. Это об утверждении административного регламента по выдаче справки о наличии судимости. Основные изменения этого административного регламента из органов, которые предоставляют эту государственную услугу, исключены территориальные органы МВД России. Это значит в райотделах теперь граждане не смогут получить данную услугу. А раньше могли, да? Да, раньше они обращались и в райотдел, и в многофункциональные центры. Но у граждан по-прежнему осталась возможность получить эту услугу в режиме одного окна. Это во всех многофункциональных центрах. На данный момент их очень много. В каждом городе, в каждом селе есть эти центры. Елена Николаевна, скажите, а вот все эти изменения, они упростят процедуру получения или все-таки будет несколько сложнее? Мне кажется, что даже упростят. Потому что раньше, когда человек подавал заявление в райотделе, то у райотдела было 7 дней на передачу в информационный центр. Срок исполнения данной процедуры отчитывался с даты регистрации заявления в информационном центре. Срок передачи из райотдела в информационный центр было 7 дней. И потом еще 30 дней исполнения этой услуги. Сейчас мы с многофункциональными центрами работаем в электронном виде. Поэтому, когда гражданин обращается за получением данной услуги, сотрудник МФЦ вносит его заявление в базу, и мы сразу же получаем это заявление. Поэтому обработка начинается заявлением в даты подачи гражданина. При подаче заявления на едином портале уменьшается и срок, и доступность гражданина. Он может в любой момент, в любое время суток подать заявление на едином портале. Нам оно автоматически приходит. Мы принимаем в работу в течение суток. Тут же гражданину приходит сообщение о том, что его заявление принято в работу. И он может на портале отслеживать ход данной процедуры. А вот подскажите, пожалуйста, какие процедуры могут потребовать эту справку? Для чего люди чаще всего берут? Ну, сейчас круг организаций, которые требуют эту справку, постоянно увеличивается. Ну, во-первых, это предприятия, организации, медицинские учреждения, которые работают с несовершеннолетними. Они все требуют школы, медицинские учреждения, спортивные. Также военкоматы, если человек остается на сверхсрочную, они тоже требуют справку. Вам, я тоже думаю, всегда. Нам, кстати, тоже нужно при устройстве. На телерадиокомпании «У Крым» нужна справка об отсутствии судимости. Да, сейчас очень много организаций, которые обращаются за данной услугой. И вот скажите, пожалуйста, такой момент. Какие ошибки чаще всего совершают при сборе документов? Ну, при сборе документов, если человек подает лично, то, в общем, никаких ошибок нет. Основная ошибка – это если гражданин подает на едином портале государственных услуг. Там заявление формируется автоматически, он вводит все свои данные. Но когда прикрепляет документы, он почему-то думает, что если прикрепил первую страницу, это сведения о личности, то этого достаточно. Нет, в регламенте четко прописано, что должно быть сведения о регистрации. И сейчас новшество, раньше этого не надо было, сведения о заключении и расторжении брака. Это обязательно, и тоже страница должна быть прикреплена. Поэтому не забываем внимательно читать полностью все пункты, которые указаны. Тем более, если что-то меняется, то это сразу вносится и информируется об этом. Да, на портале госуслуг 82 МВД РУ размещены все изменения, весь порядок, все вопросы, которые возникают у граждан при подаче либо лично, либо через портал госуслуг. Скажите, какие-то еще документы предполагаются изменить способ подачи, способ их получения в ближайшее время? На данный момент, что еще внесено в изменения, что если гражданин подает в информационный центр, в общественно-приемной на улице Куйбышева 7А, то будет изменена бланк. Бланк будет теперь выполнен типографским способом, с элементами защиты. А с МФЦ мы в электронном виде будем предоставлять им в электронном виде, они уже распечатывают на бумажном носителе и подкрепляют. То есть, одним словом, все делается для того, чтобы людям стало проще немножко бюрократические издержки, так сказать, побороть. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Мы были рады вас видеть. Надеемся, что у вас день будет хороший, добрый. Да, информацию, которую вы нам принесли, тоже добрая. Надеюсь, она пригодится. Я напоминаю, в гостях у нас Галина Волкова, заместитель начальника отдела оперативно-справочной информации информационного центра Министерства внутренних дел по Республике Крым. Еще раз вам большое спасибо. Ну и сейчас, после прекрасной гости, предлагаю вам увидеть еще немного прекрасного. Это бал Антони Нашитова и красивое платье. Министерства внутренних дел по Республике Крым. Продолжение следует...